Девушки отдыхают Подробности своей личной жизни Мне нравится с вами беседовать Но мне не кажется, что я сумею Открыто затрагивать эти темы В будущих интервью Поскольку это никого не должно Интересовать Кому, какое дело в сущности К черту публику Я не хочу, чтобы обо мне Все знали Они не должны знать Все о мне I don't want to pickle Just want to ride on the motorcycle And I don't want to tickle Cause I'd rather ride on my motorcycle And I don't want to die Just want to ride on my motorcycle Думаю, я вроде пришельца В детстве я часто воображал себя Приемным ребенком Меня нашли родители Усыновили А вообще-то меня доставили сюда С другой планеты Мне хотелось думать, что я инопланетянин Каждую ночь я связывался Со своими настоящими родителями Там, наверху Я знал на свете Тысячи других Инопланетных подкидышей Они повсюду Я встретил пару-тройку таковых Меня всегда забавляла Эта мысль, если честно Удивительно приятно делать вид Что ты тут не просто так Скучать по воображаемому дому Как и все остальные пришельцы За всю жизнь мне доведется Встретить лишь горстку сородичей Но в один прекрасный день Я пойму, каково наше предназначение До восьми лет у меня было счастливое детство По-настоящему хорошее Мать была умной и понимающей Она меня поддерживала Развивала мою склонность к искусству Я только и делал, что читал и рисовал Она была в восторге И мне было хорошо Это было счастливое время Я был собран, сосредоточен Знал совершенно точно, кем стану Как и то, что меня не остановишь Мне казалось, что за что я не возьмусь Во всем добьюсь успеха Мир невелик, мне просто обязаны полезти Вот такие дела Передо мной в то время были открыты все дороги Я не был хулиганом, но иногда пошаливал Например, брал банки от Севенап, наполнял их камешками и швырял их в машины из-за забора Еще у меня была какая-то навязчивая идея насчет полицейских Я кричал, легавы идут, они нас убьют В общем, я швырял в полицейские машины этими жестяными баночками А если видел полицейского, начинал петь и указывать на него Я обзывал их злыднями Моя тетя Мэри Ее можно назвать музыкантом-любителем Она постоянно выступала в барах Абердина В общем-то, она сыграла большую роль в моем становлении как музыканта Когда мне было 8 лет, она мне подарила электрогитару с усилителем А еще все альбомы Битлз Потом она подарила мне еще и барабан Я носился с ним по округе, в кепке и теннисных туфлях отца И распевал песни Битлз Аккомпанируя себя на барабане В том юном возрасте я был уверен, что без труда стану рок-звездой Я был деятельным мальчишкой Я все знал, все понимал, все мог Я был уверен, захочу, стану президентом Хотя это было глупо Рок-звезда куда интереснее Я не понимал, конечно, что меня ожидает В таком положении я окажусь подростком Мне казалось, что Абердин обычный город Я все города считал одинаковыми Всех людей милыми и добрыми А еще я думал, что насилие куда меньше, чем на самом деле Я думал, что ничего легче нет Соединенные Штаты были вроде моей песочницы во дворе Так какие проблемы? Можно сразу приниматься за гастроли в составе знаменитой рок-группы Украшать собой обложки журналов? Все такое В общем, на ранней стадии я все видел в розовом свете Однако в 9 лет появился маниакально-депрессивный синдром Взгляд на вещи резко поменялся Я считаю последним невинным поколением свое собственное Понимаете, о чем я? Телепрограммы еще как-то обходились без насилия Никакого кабельного телевидения Улица Сезам, Спидрейсер, Иксер, Пафетстав Чистая фантазия, все очень просто По сравнению с нынешним положением вещей каменный век Теперь молодежь очень искушенная и опытная Собственно, этого от них и ждут Я часто получал по заднице Стоило мне пролить стакан воды в людном месте, скажем, в ресторане Как отец хватал меня и давал за трещину Или пощечину До сих пор не пойму, отчего отец был так озабочен тем Что подумают о нем в ресторане Лишь потому, что его отпрыск что-то там случайно пролил Он обязан был меня наказать Странный психологический момент Вымещать неловкость на ребенке Честно говоря Я до сих пор проклинаю себя за неуклюжесть Едва что-то уроню Ужасно на себя злюсь Меня запрограммировали Ничего не ронять, не проливать, не допускать оплошностей Совершенствовал во всем Черт бы его подрал за это Он был заведующим лесопилкой братья Мэйр Такая работа целый день считать бревна Он считал, что отец с сыном должны развлекаться так Он брал меня на работу по субботам и воскресеньям И я сидел у него в кабинете, пока он считал бревна Страсть как занимательна Но я там постоянно рисовал А еще я устраивал телефонные розыгрыши А потом, бывало, шел на склад, где хранили штабеля бревен И представлял, что меня преследуют А я скрываюсь Или наоборот, что я преследую каких-то преступников Иногда я играл в Супермена Или других супергероев Ничего другого не оставалось А потом я отправлялся прикорнуть машину под Квин News of the World На кассетном магнитофоне Разряжал аккумулятор машины Пару раз мы застревали по пути домой Из-за разряженного аккумулятора А все моя любовь к Квин Я не чувствовал, что у меня есть отец Не было человека, которому можно было довериться Я мало что помню до 7-летнего возраста А это как раз тот период, когда он жил с нами вместе Когда у меня были мать и отец После этого я пожил у него какое-то время А потом он женился И я оказался в самом хвосте списка его приоритетов Если бы со мной такое случилось Если бы мы с Кортни и Фрэнсис Оказались в подобной ситуации Я бы все же пытался как-то наладить контакт с Фрэнсис Установить какие-то отношения А он попросту махнул на меня рукой Полагаю, теперь я уже на него не зол Но общаться с ним я бы не захотел Нам не о чем говорить Уверен, это разозлило бы его Но будем смотреть правде в лицо Многие дети моих лет ловили себя на мысли Почему, черт возьми, мои родители разводятся Родители всех моих друзей тоже Что-то не так Наверное, наших родителей Как-то не так воспитывали Зачем они занимались самообманом Пары разводились Давали себе волю после развода Как мама Вдруг начинали пить в 30 лет Совершенно терялись Снова совершали те же ошибки Воспитывали своих детей Они не понимали, что необходимо детям Насколько я помню Все мои друзья задавались такими вопросами В семилетнем возрасте А это рановато, знаете ли Какая-то эпидемия Моровое поветрие Моя история похожа на 90% истории сверстников Потому что проблемы у нас были общие Курение травки в школе Жизнь в тени приусловутой коммунистической угрозе Постоянный страх ядерной войны Все больше насилия в разных слоях общества Все реагировали одинаково Даже не знаю Не думаю, что наше музыкальное видение Чем-то кардинально отличается от видения групп наших ровесников Я не считаю нас какими-то особенными Всем нам в конце концов Довелось пережить то же самое Но мы привлекли больше внимания Песни оказались доступными и запоминающимися На уроке физкультуры в восьмом классе У меня вдруг прихватило спину Меня отвезли в больницу Я не мог дышать Я думал, позвоночник сломался На самом деле диск сдвинулся Пошел на той же неделе к истоправу Оказалось искривление позвоночника Мне надо было ходить в корсете Но я не хотел А занятия музыкой только усугубили дело Позвоночник искривился еще больше Вес гитары Падающий на левую сторону тела Он заставлял меня наклоняться И это лишь ухудшало положение Я все время страдал от боли Это недосужие вымыслы Все время что-то болело Вероятно, я как-то психологически Заменил боль в спине Резью в животе Когда у меня начинал болеть живот Это было куда хуже, чем спина По крайней мере, о спине я уже и думать забыл Я знал, что смогу стать настоящим шизофреником Я все время нервничал У меня были всякие странные привычки Практически навязчивые идеи Щелкать пальцами Теребить волосы А потом стало еще хуже Я стал ненавидеть окружающих За то, что они не оправдывали Моих ожиданий Мне опостылило общество Одних и тех же идиотов Они были похожи друг на друга Как две капли воды У меня на лице было написано Да и по реакциям понятно Что я их терпеть не могу Я люто ненавидел их Они были тупыми, неотесанными мужланами Потом я осознал, что люди не оставили Мое к ним отношение без внимания И обо мне сложилось такое мнение Что я, мол, всех вокруг ненавижу Я все время переживал Стал едва ли не невротиком В каком-то смысле параноиком Все понимали, что я все время на грани Очевидно, думали, что я из тех ребят Которые способны притащить в школу автомат И всех перестрелять Мне было бы куда легче Окажись в школе хоть один ученик С необычной прической Хоть один панк Мне позарез надо было с кем-то общаться Но не с серой массой Не со свойскими ребятами Ботаники мне больше нравились Но у нас ботаников-то в обердении толком не было А те, что были, не слушали дева, скажем так Просто уроды какие-то были и все Мне повезло Я нашел друга гея Он фактически удерживал меня от самоубийства Оказывается, вся школа знала о его ориентации Но мне никто ничего не сказал Либо я сам не хотел замечать В один прекрасный вечер он решил за мной приударить Мне пришлось сказать ему напрямик, что я не гей Но это не помешает мне продолжать с ним дружить С течением времени я начал понимать Что окружающие меня воспринимают все хуже и хуже И вот начались Начались издевательства Особенно в раздевалках После уроков физкультуры Я для них был голубым И они меня опасались Поэтому они либо прикрывали свои достоинства Либо Либо лупили меня Иногда и то, и другой разум Так я начал гордиться тем, что я, думаю, сексуалист Хотя вовсе им не был Мне нравилось плыть против течения Это было здорово Я едва не нашел себя Я был особенным ботаником, понимаете? Пусть мой друг и не был панком Но он был куда лучше и выше серой массы Моя мать знала, что я покуриваю травку Она прибегала ко всяким хитростям, чтобы заставить меня бросить У нее была травка в шкатулке для украшений Я понемножку ее оттуда таскал Подкладывая орегано В конце концов у нее оказался полный пакетик орегано В один прекрасный день Она предложила мне и мэру, моему другу, покурить с ней травку Она прекрасно знала, что это орегано А мы-то не знали, что она знает В общем, пришлось сидеть и курить орегано вместе с ней Не то, чтобы мы регулярно укуривались вместе Мы вовсе не были семейкой наркоманов Такое было один раз Ну, я помню еще один случай У меня было немного хорошей травки В общем, мы с Майером позвали друзей Заодно и курили Ага Мать пришла, пьяная в стельку А в этот вечер она была не в духе Вела себя кошмарно Уставилась на меня стекленевшим взглядом Схватила травку и проглотила ее Да Она чуть дуба не дала Да, она говорила Хотя бы какой-то урок извлекла Ну да, как же Была у нас учительница литературы Ценившая учеников за оригинальные мысли Я часто писал намеренные эпатажные сочинения А ей ужасно нравилось Я оставался после уроков Мы много беседовали Хорошая была учительница А еще я обожал учителя искусства В старших классах Он меня поддерживал Все время ставил меня другим в пример Отсылал мои произведения на разные конкурсы По всей стране Без моего ведома, конечно Меня в то время всякие конкурсы не вдохновляли Поэтому он действовал втайне от меня А потом передавал мне призы и грамоты Родные были уверены, что я пойду в колледж искусств Но в тот момент меня куда больше увлекал панк-рок Я решил стать музыкантом Мне дали две стипендии Но я решил к началу года не идти учиться А как отреагировали родные Выставили меня из дома Не только потому, что я не пошел в колледж Просто я ничем толком не занимался С точки зрения родственников я ни к чему не стремился Хотя это было не так Я понял, что музыка это мое Изо всех сил пытался создать группу Но они это не признавали Content-то не так Cheryl ты поставил Корректор А.Кулакова Паретли Субтитры Cafe